Когда в 1977-м мир пел под Квин и благодаря звездным войнам мечтал о далеком космосе, НАСА запустило два зонда, которые стали символами человеческой смелости. Два маленьких аппарата, созданных людьми, отправились туда, куда не боится заглянуть только воображение. Сегодня они находятся на расстоянии 15 миллиардов миль от нас, но какие открытия они совершили за гранью влияния нашей звезды? Возможно, сегодня мы приближаемся к разгадкам, способным перевернуть наше представление о Вселенной. Что скрывается за пределами солнечного света и какую тайну хранят эти древние посланники Земли? Давайте вместе отправимся в путешествие, чтобы узнать. Вообразите себе машину времени размером с автомобиль, который работает уже 47 лет. Это вояджеры. Два зонда, чей мозг слабее современного телефона, а мощность сравнима с лампочкой холодильника. И все же они продолжают лететь, преодолевая пространство, которое трудно даже представить. Их энергетический центр – плутониевые генераторы, обеспечивающие работу зондов даже через десятилетия полета. Но что делает их такими особенными? Вспомните, их компьютеры способны выполнять всего 81 тысячу операций в секунду, тогда как ваш смартфон обгоняет их в 7,5 тысяч раз. А их передача данных, она настолько медленная, что скачивание фильма объемом в 5 гигабайт заняло бы у них больше 8 лет. Тем не менее, эти зонды сделали то, чего не смог ни один другой аппарат. Они покинули нашу солнечную систему. Как им это удалось? Ответ кроется в их надежности и продуманной конструкции. Например, в 2017-м Voyager 1 успешно использовал резервные двигатели, которые не включались с 1980-го. Как такое возможно? Не кажется ли вам, что это больше, чем просто техника? Возможно, это символ того, что человек способен создавать вечные вещи, если вкладывает в них душу. Исходная ошибка. Voyager'ы должны были завершить свою миссию за 5 лет. Как инженеры 70-х смогли создать аппараты, которые превзошли все ожидания. Ответ лежит в гравитационном бильярде. Уникальная технология, использующая гравитацию планет для ускорения. Только подумайте. Юпитер и Сатурн стали трамплинами для этих зондов, увеличив их скорость до 38 тысяч миль в час. Это был настоящий прорыв, ведь раньше никто не пробовал ничего подобного. Но что если бы этот план не сработал? Что если бы одна ошибка привела к провалу всей миссии? Интересно, что миссия изначально планировалась только для изучения Юпитера и Сатурна. Однако ученые решили рискнуть и направили Voyager 2 дальше. К Урану и Нептуну. Это решение открыло нам новые горизонты, о которых мы даже не подозревали. Не кажется ли вам, что иногда самые большие открытия происходят благодаря случайностям? Ведь именно такие решения привели нас к тому, что мы знаем сегодня о границах нашей Солнечной системы. Вулканы Ио. Первый сюрприз. Когда Voyager 1 приблизился к спутнику Юпитера Ио, он открыл нечто, что перевернуло представление ученых о спутниках планет. На поверхности Ио были обнаружены действующие вулканы, извергающие лаву на высоту до 186 миль. Это выше, чем самая высокая гора на Земле – Эверест. Маленький спутник размером чуть больше нашей Луны оказался самым геологически активным телом в Солнечной системе. Что же заставляет этот крошечный мир бурлить, словно котел с кипящей магмой? Ответ кроется в мощных приливных силах, которые Юпитер и соседние спутники оказывают на Ио. Эти силы растягивают и сжимают его недра, вызывая экстремальные температуры. Почему именно Ио? Возможно, это связано с его уникальным составом или орбитальным резонансом с другими спутниками. Это открытие стало первым звеном в цепочке сюрпризов, раскрывающих неисчерпаемую таинственность Солнечной системы. Каждый новый объект, который исследовали Voyager, казался все более загадочным. Что еще скрывается за пределами нашего понимания? Кольца Сатурна. Когда зонды приблизились к Сатурну, их камеры зафиксировали нечто, что поразило даже самых опытных астрономов. Кольца Сатурна, воспринимавшиеся как застывшее украшение, оказались полны движения и сложных процессов. Они напоминали спиральные волны, словно кто-то бросил камень в безмолвный космический пруд. Эти волны тянутся на тысячи миль, и каждая из них рассказывает свою историю. Ученые предположили, что эти структуры возникли в результате древних столкновений, эхо которых продолжает звучать миллионы лет спустя. Но что, если это не просто следы прошлого? Что, если они являются ключом к пониманию того, как формируются и эволюционируют системы колец вокруг планет? Сатурн, казалось бы, раскрыл свои секреты, но на самом деле лишь углубил загадки. Его кольца — это не просто украшение, а сложная система, которая хранит в себе информацию о происхождении самой планеты. Неужели такие структуры встречаются только у Сатурна? Или это универсальный механизм, который мы еще не до конца понимаем? Уран стал настоящим вызовом для ученых. Этот ледяной гигант вращается лежа, словно был сбит с ног невидимым ударом. Его магнитное поле ведет себя хаотично, словно играет в прятки с наблюдателями. Температура на его поверхности опускается до минус 371 градуса по Фаренгейту, что делает его одним из самых холодных мест в Солнечной системе. Voyager 2 обнаружил, что Уран пережил катастрофическое столкновение в далеком прошлом. Но кто нанес этот удар? Была ли это другая планета или огромный объект из пояса Койпера? Возможно, это событие изменило не только Уран, но и всю структуру нашей Солнечной системы. Эта планета-изгой с ее странным поведением и загадочной историей стала символом разнообразия нашей системы. Она напоминает нам, что даже в знакомом космическом окружении всегда найдется место для неожиданностей. Какие еще тайны скрывает Уран? И что он может рассказать нам о ранней истории Вселенной? Нептун В 1989-м Voyager 2 сделал последнюю остановку в своей грандиозной миссии. Он достиг Нептуна. Этот далекий мир, окрашенный в яркий синий цвет, оказался полон загадок. Его спутник Тритон, который выглядел как ледяная пустыня, удивил ученых своими азотными гейзерами. Эти выбросы поднимались на высоту до 5 миль, словно планета пыталась дышать через трещины в своей коре. Но самое интересное открытие ждало исследователей в данных о происхождении Тритона. Оказалось, что этот спутник – беглец из пояса Койпера, холодного и далекого региона за орбитой Нептуна. Как такое возможно? Возможно, миллиарды лет назад гравитация Нептуна захватила его, превратив в вечного спутника. Но что, если это не просто случайность? Что, если такие похищения – обычное явление в нашей Солнечной системе? Это открытие стало последним аккордом миссии Voyager 2. После этого зонд покинул планетную систему, отправившись в неизведанные просторы космоса. Но что ждет его там, за пределами известного мира? Гелиосфера Солнце не просто источник жизни. Оно создает невидимый щит, простирающийся на миллиарды километров. Гелиосферу. Этот пузырь простирается на 7 миллиардов миль от Солнца. И служит щитом, защищающим нас от космической радиации. Без этой защиты Земля была бы постоянно подвергнута воздействию высокоэнергетических частиц, которые могли бы уничтожить все живое. Гелиосфера формируется солнечным ветром – потоком заряженных частиц, исходящих от Солнца. Однако ее граница, называемая гелиопаузой, – это не стена, а сложная и динамичная структура. Ученые долгое время считали, что солнечный ветер постепенно ослабевает по мере удаления от Солнца. Но данные Voyager показали, что все происходит иначе. Ветер резко прекращается, сталкиваясь с межзвездной средой. Это место напоминает фронт, где встречаются две стихии – солнечная и межзвездная. Что же скрывается за этой границей? И насколько надежна наша защита? Ответы на эти вопросы могут изменить наше понимание того, как устроена Вселенная. Гелиопауза Когда Voyager пересекли гелиопаузу, они обнаружили нечто совершенно неожиданное. Вместо четкой границы, которую ожидали ученые, они столкнулись с бурлящей пеной высотой в миллионы миль. Это место напоминает кипящий котел, где солнечный ветер сталкивается с межзвездной средой. Космос здесь буквально кипит, создавая хаос из частиц и энергии. Эта турбулентная пена стала настоящей загадкой для исследователей. Почему граница такая нестабильная? Почему ее форма меняется со временем? Ученые предполагают, что это связано с давлением межзвездной среды. Возможно, это следствие древних взрывов сверхновых, которые оставили свой след в нашей части галактики. Плотность невидимка Когда вояджеры достигли границы гелиосферы, они обнаружили нечто удивительное. Плотность космического пространства здесь резко увеличивается. Внутри Солнечной системы плотность заряженных частиц составляет около 3-10 частиц на 0,4 кубических дюйма. Но за пределами гелиопаузы она возрастает в 40 раз. Это открытие стало настоящей загадкой для ученых. Почему же плотность так сильно меняется? Представьте себе фильтр, через который проходят частицы. Именно так можно описать процесс на границе нашей системы. Здесь солнечный ветер сталкивается с межзвездной средой, создавая своеобразные пробки из частиц. Этот процесс напоминает хаотичное движение, где частицы сталкиваются и задерживаются на границе двух миров. Но что вызывает этот эффект? Возможно, это связано с тем, что межзвездная среда более плотная, чем ожидалось. Или же солнечный ветер теряет свою силу быстрее, чем предполагалось. Это открытие заставило ученых пересмотреть свои модели. Космос, который мы привыкли считать почти полным вакуумом, оказался гораздо сложнее. Что еще скрывается в этих далеких областях? Межзвездный ураган Вайджоры обнаружили, что за пределами гелиосферы их встретил настоящий межзвездный ураган. Частицы, рожденные взрывами сверхновых, неслись со скоростью света. Эти высокоэнергетические элементарные составляющие, называемые космическими лучами, пронизывают пространство, словно невидимые стрелы. Но что удивительно, их источник находится не в нашей галактике. Ученые предполагают, что эти частицы разгоняются мощными взрывами сверхновых, которые произошли миллиарды лет назад. Эти взрывы создают ударные волны, распространяющиеся по всей галактике. Попробуйте мысленно увидеть, как камень, брошенный в воду, создает круги на поверхности. Только в данном случае эти круги — это волны энергии, которые разгоняют частицы до невероятных скоростей. Магнитная паутина За пределами солнечной системы Вояджера столкнулись с еще одной загадкой. Магнитное поле здесь оказалось в три раза сильнее, чем ожидалось. Это открытие стало настоящим шоком для ученых. Космос оказался пронизан незримой сетью магнитных линий, сплетающих сложную структуру. Вообразите незримую паутину, чьи нити окутывают галактику, связывая звезды и планеты. Эти магнитные нити создают структуру, которая влияет на движение частиц и даже на формирование звезд. Но кто сплел эту паутину? Возможно, это результат взаимодействия между звездами, планетами и другими космическими объектами. Это открытие заставило ученых задуматься. А что если магнитные поля играют гораздо большую роль в устройстве Вселенной, чем мы думали? Звуки пустоты. Вояджеры услышали то, что казалось невозможным. Звук в космосе. На расстоянии 9 миллиардов миль от Земли аппараты зафиксировали низкочастотный гул, который продолжался почти 3 года. Этот звук был стабильным, с частотой около 3 кГц. И ученые предполагают, что его источником являются плазменные волны, путешествующие в глубинах космоса. Но как такое возможно? Ведь в космосе нет воздуха, а значит звук не может распространяться. Однако этот звук не обычное акустическое явление, а электромагнитные колебания, преобразованные в слышимый диапазон. Это словно послание из глубин космоса, ключ к которому мы только начинаем подбирать. Что интересно, этот гул оставался почти неизменным, даже когда аппараты пролетели еще 620 миллионов миль. Такая стабильность заставляет задуматься, есть ли источник энергии, поддерживающий этот феномен. Или это просто эхо давно умолкших событий. За гелиопаузой высокая скорость движения частиц создает эквивалент температуры плазмы, достигающей 54 тысяч градусов Фаренгейта. Но как это возможно, если вокруг Вояджеров царит ледяной холод? Ответ кроется в разреженности среды. Попробуйте мысленно увидеть раскаленный пруд металла, который кажется невидимым в темноте, потому что его частицы слишком редки, чтобы передавать тепло. Точно так же и здесь. Плазма настолько разрежена, что ее энергия не ощущается как жар. Это открытие стало настоящим парадоксом для ученых. Почему температура настолько высока, но при этом плотность остается крайне низкой? Возможно, это связано с тем, что межзвездное пространство наполнено высокоэнергетическими частицами, которые взаимодействуют с солнечным ветром. Но куда девается вся эта энергия? Ученые предполагают, что она рассеивается в виде электромагнитных волн, но точного ответа пока нет. Этот феномен напоминает нам, что даже в самых далеких уголках Вселенной законы физики могут проявляться совершенно неожиданным образом. Что еще скрывается за этими загадочными процессами? Двойняшки-противники Voyager 1 и Voyager 2 — два зонда, запущенные в рамках одной миссии, но видят они совершенно разный космос. Один из них попал в поток частиц, другой — в пузырь. Почему их данные настолько различаются? Возможно, это связано с их траекториями, или с тем, что гелиопауза не является статичной структурой. Вообразите бурлящий поток, чье течение непредсказуемо меняется под давлением космических ветров, создавая завихрения и водовороты. Гелиопауза похожа на эту реку. Ее форма меняется под воздействием внешних сил, таких как межзвездный ветер и давление окружающей среды. Это может объяснить, почему Voyager 1 наблюдает более хаотичную картину, а Voyager 2 — более стабильную. Но что, если эти различия говорят о чем-то большем? Возможно, это ключ к пониманию того, как устроена наша галактика, или же это просто случайность, вызванная уникальными условиями их полета. Пока что ученые могут только строить догадки. Секрет формы. Гелиосфера, метаном — это не идеальный шар, как предполагали ученые ранее. Она больше похожа на сплющенный пончик, где одна сторона вытянута в длинный хвост, а другая остается более округлой. Это открытие стало настоящим сюрпризом, ведь форма гелиосферы напрямую влияет на ее способность защищать нашу Солнечную систему от космической радиации. Попробуйте мысленно увидеть воздушный шар, который кто-то сдавливает с одной стороны. В результате он деформируется, создавая неровную структуру. Точно так же и здесь давление межзвездной среды формирует гелиосферу, делая ее асимметричной. Но что будет, если эта защитная оболочка окажется недостаточно прочной? Возможно, однажды мы столкнемся с последствиями ее разрушения. Эта форма также меняет наше понимание того, как устроены другие звездные системы. Если гелиосфера нашей системы такая сложная, то что можно сказать о других звездах? Может быть, их пузыри имеют еще более причудливые очертания? Эти вопросы пока остаются без ответа, но они открывают новые горизонты для исследований. На борту каждого Вояджера находится золотая пластинка. Так, послание человечества в космос. Эта пластинка содержит звуки Земли, музыку, голоса людей, шумы природы, даже крики шимпанзе. Через 40 тысяч лет Вояджер-1 пролетит в полутора световых годах от звезды Глизи 445 в созвездии Жирафа. Услышит ли кто-то это послание? Ученые признают, что вероятность обнаружения Вояджеров крайне мала. Даже если инопланетная цивилизация найдет наш аппарат, она столкнется с рядом загадок. Сможет ли она расшифровать символы и звуки на пластинке? Возможно, это послание останется артефактом, который никогда не будет понят. Но даже если никто не услышит нас, сам факт существования этого послания имеет огромное значение. Оно напоминает нам о том, что мы — часть чего-то большего, что наши надежды и стремления могут пережить время и пространство. Последний сигнал. Сигнал от Вояджеров достигает Земли за 20 часов. Каждая передача — это крик в пустоту, напоминание о том, что они все еще живы. Но время на исходе. Батареи зондов, работающие на Плутонии, теряют мощность примерно на 4 ватта в год. Это означает, что к 2030-му их инструменты начнут отключаться один за другим. Эти аппараты, пережившие почти полвека космических путешествий, медленно угасают, словно старые маяки, чей свет больше не пробивается сквозь тьму. Ученые уже готовятся к завершению миссии. Сначала отключат научные приборы, затем системы связи. Когда связь прервется, Вояджеры превратятся в безмолвных скитальцев, несущих наш след сквозь вечность. Но разве это конец? Или это начало новой главы? Ведь даже после потери связи они продолжат свое путешествие, унося с собой послание человечества. Как долго они будут дрейфовать в этой бесконечной тьме? Что дальше? Куда летят Вояджеры? В бездну? Просто задумайтесь. Через 300 тысяч лет Вояджер 2 пройдет в четырех световых годах от Сириуса, самой яркой звезды на нашем ночном небе. А Вояджер 1 направляется к маленькой звезде Глизе 445 в созвездии Жирафа. Но что будет, если человечество исчезнет задолго до того, как кто-то найдет эти аппараты? Этот вопрос заставляет задуматься. А есть ли смысл отправлять послания в космос, если вероятность их обнаружения ничтожно мала? Возможно, это не просто попытка найти контакт с другими цивилизациями, а способ напомнить самим себе о том, кто мы и какое место занимаем во Вселенной. Вояджеры — это символ надежды. Они напоминают нам, что даже в самых далеких уголках космоса можно оставить след, но готовы ли мы сами последовать за ними? Готовы ли мы стать частью той бескрайней Вселенной, которую так стремились понять? Бледная голубая точка Последний снимок «Вояджера-1», сделанный в 1990-м, стал одним из самых значимых изображений в истории человечества. На этом фото Земля видна как крошечная точка, затерянная в луче солнечного света. Размером всего в одну десятую пикселя она кажется уязвимой точкой в бескрайней пустоте. Вся человеческая история, словно песчинка, поместилась в крошечной точке на этом снимке. Карл Саган, который вдохновился этим снимком, написал книгу «Бледная голубая точка». Он говорил, что это напоминание о нашей уязвимости и одновременно о нашей уникальности. Этот снимок стал символом осознания того, что мы — часть чего-то большего. Мы живем в хрупком пузыре, который защищает нас от бескрайнего космоса. Но что будет, если этот пузырь лопнет? Готовы ли мы к тому, чтобы встретить эту реальность лицом к лицу? Сегодня «Вояджеры» находятся в чужой галактической среде, но их камеры направлены к Земле. Это символично. Даже покинув нашу систему, они продолжают смотреть назад, словно ждут, когда мы решимся последовать за ними. Что они видят со своей точки зрения? Может быть, они наблюдают за тем, как мы меняемся, как развиваем технологии, как мечтаем о звездах. Возможно, они ждут, когда мы осознаем, что границы нашей планеты — это лишь начало пути. «Вояджеры» — это не просто машины. Они — воплощение человеческого любопытства, смелости и жажды открытий, летящих навстречу неизведанному. И пока они летят вперед, они напоминают нам, что космос — это не только пространство, но и возможность. Возможность стать частью чего-то большего, чем мы сами.